Господи Иисусе Христое, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Аминь. Дальше. Матфея 10 глава с 34 по 36 стих. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью его, и невестку со свекровью ее, и враги человеку, домашний его. Толкование блаженного Феофилакта. Здесь ближайшим родством означается всякое родство, самых даже близких. Говорит, пришел я разделить сына с отцом, дочь с матерью. Ибо сын особенно любезен отцу, а дочь матери по естественному подобию. Сказал я разделение снохи со свекровью, потому что снохи оказывали особое почтение и угождение свекровью своим. Говорят же о невесте, предлагают и жениха, разделяемого с тестем. Если же человек должен разделиться с отцом, как большим его, то тем более с простым приятелем или дальним сродником. Не всякое согласие хорошо. Напротив, иногда бывает хорошо и несогласие. Меч означает слово веры, которое отсекает нас от образа жизни домашних и сродников наших, когда они препятствуют нам в деле богопочитания. Говорит здесь о том, что должно удаляться... Мир всем приходящим на наш канал в YouTube. Говорит здесь о том, что должно удаляться или отдаляться от них не без особенной причины, но только тогда, когда они не ведут нас к вере и еще препятствуют нашей вере. Михея, 7 глава, 6 стих. Пророк, говоря о врагах человека между домашними его, имел в виду древних иудеев, когда произошло между ними такое разделение сына от отца. Христос же прилагает все слова вообще к верующему, показывая, что все домашние, хотящие веровать, будут враги ему. Все, закончилось. Вот этот вопрос очень непростой. Когда человек по-настоящему обратится, и родственники воспротивятся. А бывает, жена против мужа, муж против жены. Я у одних на квартире жил, но она не православная, из пятидесятников. Но муж запрещал ей ходить. Ну, однажды он встал в дверях, если пойдешь, то то-то и то-то. Она в реанимации пробыла и умерла там. А потом как бы, ну, в этой, в клинической смерти была даже. Так он ее и сбил. Но после этого он ее уже пальцем не трогал. Она свободу завоевала. Я у них на квартире жил. Поэтому, если ты пошел за Господом, не оглядывайся вспять. Ну, а как это родственники, как? Ну, написано, тебе надо исполнять. Вот у меня сестра была верующая, родная сестра. Ну, и ушла в мир, за мирского вышла замуж. А от Бога-то она не отрекалась, а делами своими. Вот. Живет в другом городе. Написано, с такими не есть вместе, потому что она живет блудно. И вдруг она написала, что ей нужна там молитва слов, Евангелия нету. Я в тот же день срываюсь и еду к ней туда. Вызываю ее, она заходит в сарай. Я ей все это отдаю, развернулся, обратно на автобус, поехал домой. Не нарушено чувство любви, необходимость помочь, и в то же время, согласно Слову Божию, должно поступать так. Другой раз приехала, это уже другая душа. А мы молились на дому, 147 Никитина, на втором этаже. Она заходит, она живет незаконно, тоже с мужем. Не венчаные. Ну а мы молимся, церковь открыта. Она зашла, до оглашенных стояла. Вышла там в сене, потом накормить я ее накормил, и теперь спускаемся, и каждая ступенька. Вот вниз ход есть, кверху у тебя уже хода никакого нет. Можешь прийти только тогда, когда дом превращается в церковь. Спустился, проселись по-хорошему, и они, зная это, не обижаются. Я выполнил как положено. Это действует на людей отрезляюще. Она пришла к Богу, покаялась. У меня самый близкий человек, моя родная мать была. А в деревне, как заканчивается уборка хлеба, варят там пиво, брашка. У нас большая пасека у матери была. Ну и там медовуха, там все это такое. Она там настойная. Сильно любили к нам приходить выпивать. Ну и сама она выпила и выпила лишнее. Я ей сказал. И кто называется братом, остается пьяница, с таким не есть вместе. Я за стол больше не стал дома садиться. А родителям надо помогать. Я приехал. Зима я из колодца воду почерпну, холодной воды ледяной принесу, сяду за стол, пожую, и дальше пошел опять работать. Мать истомилась, она все готовит. Я у нее любимый сын. Я не могу нарушить заповедь и не нарушаю заповедь помощи родителям. Мать больше в рот никогда ничего не взяла и умерла истинной христианкой. Я уверен, что заповедь, кажущаяся трудной, это бремя Христовна легкое и приятное, когда ты поступаешь по нему как есть. Никогда не уступать правду. Никогда. Говорить как есть. Вот мы были в мусульманских республиках, и такие провокационные вопросы задают. Ты ответь так, чтобы было понятно. Я не называю никогда их руководителя. Меня это не касается там, кто он, Мухаммад, Магомед. Я просто отвечаю. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нас спастись. И жил. Это Евангелие они. Я открываю показы, вот это написано. Верующий в Сына Божия, имей жизнь вечную. Не имеющий в жизни, не верующий в Сына Божий, не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Независимо от того, кто он, руководитель или рядовой. Я всегда оперирую текстами Священного Писания. Бывает очень обозленное, но когда открываю Писание, я ни одного слова не хочу добавлять. Вот так написано, я в это верю. Они не верят, что Христос воскрес. Я дальше открываю Галатам 1.8. Открываю 1 Иоанна, кто не приносит всего учения, не принимайте там и прочее. И это дух антихриста. Все на этом кончилось. С родителями, с близкими нужно жить мирно. Мирно и скрываться за Слово Божие. Как Солженицын говорит, когда его вызвали, чтобы он в кличку дали, чтобы он сотрудничал, как ветров. А он говорит, я впервые скрылся за Христа. Сказал, я христианин, мне не положено стучать, докладывать. Я христианин, христианин. Да как же так, советский офицер. Ну вот так обратился к Богу. Я впервые спрятался за Христа. Все. Матфея, 10 глава, 37-38 стих. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Толкование. Видишь, тогда должно возненавидеть родителей и детей, когда они хотят, чтобы мы любили их больше, нежели Христа. Кто не откажется от настоящей жизни и не предаст себя на поносную смерть, ибо так древние думали о кресте, тот не достоин меня. Все. Вот не надо нарушать заповедь Божию. Господь сказал это. Но искать какие-то компромиссные такие решения. В аллегорической форме сказать, как уже детство того Пантелеимона, он был в Пантелеоне. Но его Ермолай уловил, он видел, юноша ходит, а он был студентом медицинского университета, в то время так выразимся. И он однажды пригласил во двор ему и стал говорить, ты лечить будешь людей, да. А такое ты знаешь, что без лекарства одним крестным знамением и человек исцеляется. Нет. А как так? Но он ему стал рассказывать. А потом он увидел, как змея выжалила ребенка, и он на змею крестным знаменем навел, и она лопнула, и разлетелась змея-то. А теперь он не был трое суток у него сидел. Вот как любили люди Слово Божие послушать. К отцу пришел, а отец, ну, изучник. Он спрашивает, где ты был столько времени? А он говорит, это мой учитель показывал мне такие редкие способы, как правильно лечить, непобедимым быть даже с лекарями. Он имел в виду Христа в аллегорической форме, но отец успокоился. А учитель спрашивает, а почему тебя не было три дня? А он говорит, мой отец показывал мое наследие, достояние, чем я буду владеть. Вводил меня, говорит, во все имение, и поэтому, ну, я все ознакомил. Он имел в виду Отца Небесного. Вот такое. И здесь надо знать, где, как и что, просить Бога. И Бог даст такую мудрость. Никогда не обманывать. Говорить правду, единственную правду. И тогда всем будет явно, а ты другой человек. Ну, бывает иногда какой-то компромисс. Вот у нас мы строго придерживаемся уставного богослужения и в жизни. Вот она обратилась и говорит, у нас пост. А муж неверующий. Ну, я должна ему варить мясо или не должна? Не должна. Ну, а как он лучше? Ты сготовь суп, положи картошку. Все. И скажи, я сделала все мясо. Мясо пусть он покупает во время поста. Куски свои эти положит туда и варится. Все, приготовь ему, чтобы только включить плитку. Варить я тебе не буду. Я приготовила постный суп. Все. А отдельную кастрюльку сделаешь для себя. Да, кон, ты сделай, как я говорю. И она так сделала. Я говорю, был конфликт? Да никакого нет. Он меня очень любит. И все на этом кончилось. И она ни разу не нарушила любовь к мужу. Она ему сварила. И в то же время она не нарушила устав. Она свободная и с улыбкой. Почему? Ее не томит грех. У нее нет тайного, подспудного, даже не на уровне сознания, ощущения неверности Богу или неверности мужу. Просто надо просить у Бога мудрости. Бог укажет. Дальше. Матфея 10 глава 39 стих. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Толкование. Кто слишком заботится о телесной жизни, тот думает, что обретет душу свою, между тем, как на самом деле он губит ее, подвергая ее вечному наказанию. Напротив, кто погубляет душу свою и умирает, впрочем, не как разбойник или самоубийца, но ради Христа тот спасет ее. Пояснение это как бы понятное для человека. Ты на деле покажи. Жизни своей не надо дорожать, это жалкая жизнешка, а там мгновение одно. Чего ради Сергея Строгородского, первый сталинский патриарх, пошел на этот не конкордат, а полное подчинение советской власти. И дальше они крутили, как хотели, показывали. Всех, кого посадили, это враги. Сегодня он прислужил епископ, все, враг народа, он повторяет враг народа. У нас гонения на веру нет, перед всем миром он лгал. Ну как, он сохранил структуру церковную, а зачем она нужна, структура, если она служит прославлению людоедского режима, сатанинского. Структуру церковную, да нет таких слов даже в Писании. В Библии есть одно, что мы должны быть верны и верны до смерти. И награды этой никто не потеряет. Почему другие, Поляка, Смирский, Игнатий Богоносец, Апостолы, почему они не нашли на такую сделку совести? Нет. Могу ли я предать Христа, если мне уже 80 с лишним лет, и он меня хранил, не предавал? Вот ответ должен быть какой. Я ему буду верен. Но мы казним, я получу венец. Я желаю разрешиться быть со Христом, желаю. Я хочу сегодня умереть. И буду реально со Христом, а не только в мыслях, воображение, в ощущениях, какие есть на земле. Кто душу думает сберечь, душу, то есть жизнь. Такой смысл. И все это, какие-то компромиссы делаем. Не надо этого делать. Но надо знать, где ослабить, не давить. Вот я сидел первый раз. Взяли, у меня столько материалов было. Я насчитал только что жития. Я тресся за них. Они его не тронули. А тронули то, что им не нравилось. Это архипелагулах. И я дал обещание. Я его распространять не буду. Советская власть тогда была. Почему? Я не хочу за архипелаг сидеть. Я хочу как верующий быть. Но они все с меня сняли. И приезжает подполковник КГБ Никулин Юрий Михайлович. Все, дело прекращено. А я встречное заявление написал. Я отказываюсь от помилования. Я хочу предстать перед судом. А то вы будете трактовать, что я отказался распространять, а не верить. Да нет. Вот стал говорить. Вы там на свободе нужны. А тут такая мразь. Подошел к окну. Он такой интеллигентный. Ну просто умница. И Игнатий Тихонович. Согласитесь, что вы там нужны. Вы еще тысячам людей будете говорить о Христе. Златоуста распространять. Говорит, и все правильно-то. Они мне никакого препятствия не делали. Но согласитесь, что не нужно это заявление-то. Ну? Я говорю, наверное, так. Он тут же тогда порвал его. Порвал, выбросил. Я выхожу. Уже машина ждет. Жена пришла с передачи. И мы тут же, при них следователь, встали на колени. Прямо на крыльце тюрьмы. И я стал благодарить Бога. Он довез до дома и говорит, я вашей матери обещал, что я вас верну. И я вас вернул. Матери тут уже не было. Вот как надо. Не надо держаться за эту жизнешку. Ну, я просто опыт жизни передаю. Куда мне обращаться, когда моя жизнь прошла на таком наказе? Я вижу, что это так надо делать и по Библии, и по житьям святых. Кто душу думает, за жизнь трясется, он ее потеряет. Ты все время будешь кривить, не так говорить, бояться, что-то отнимут, посадят на клевещу. Да на меня со всех сторон. Самые лютые у меня враги, это священники, архиереи Московской Патриархии. Такие, как Кемеровский Аристарх. Они лжи не боятся, ничего. Ну, и у них вот такое поприще. Такая их планета. Им выпал такой жеребий, а мне другой выпал. А они не избраны, а я избран. Слово лживое в мое устание вошло ни разу, за всю жизнь умышленно. Я должен за это Бога благодарить. Я никогда не трясся за эту жизнь. Бог меня укрепил. Я сам боязливый и трусливый. Когда шел процесс, потом я спрашиваю, ну как на процессе-то выглядел я? Я же сказал, ой, как вы мужественно говорили. Вы советскую власть обличали. Вы против КГБ там говорили где-то. Я говорю, вы не знаете, внутри я весь сжимался и трясся, как заяц под кустиком. Да вы что? Это ни почем не было видно. А я не хочу, чтобы вы думали, я какой ты герой. Я трус, трус. Златоуст говорит, за это Бог не осуждает, ты не отрекся. А то, что ты боялся, все боялись. Не боится только дурак, как на фронте. Смело о пуля боится. Никого она не боится о пуля. Она шестерых пробивает и больше. Дальше. Матфея, 10 глава, 40-й, 41 стих. Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Толкование. Так побуждает нас принимать тех, которые Христовы. Кто чтит учеников его, то чтит его самого. а через него и Отца. Праведников пророков должно принимать во имя праведника и пророка, то есть потому, что они праведники и пророки, а не для кого-нибудь предстательство или заступление пред царями. Даже кто носит только вид пророка, а на самом деле не пророк, ты из всего прими как пророка. И Бог воздаст тебе так же, как бы ты принял действительно пророка. Можно, впрочем, понимать эти слова иначе. То есть, кто примет праведника, тот и сам будет признан праведным и получит такую награду, какую получают праведники. Я опять же говорю, эти слова мне близки, потому что они на мне исполнились. Вот я прихожу в Баптистское собрание, родящего 67, ранние годы-то, а пресвитер Никонов, Алексей Дмитриевич, братья и сестры, не забывайте у нас гости, дескать, приглашать. А человек выйдет во двор, стоит, все уходят, никого нету. Но я стою, вижу, никого нет. Я тогда подхожу, ну сейчас еще людей хористы остались, я подхожу, говорю, а вас никто не приняли? Кустав Леонид с Павлодара. Он говорит, нет, я говорю, пойдем ко мне ночевать. В это время со всех сторон уже выходящие там хористы кинулись, ему говорят, это волк во вещей шкуре, там меня называют, как надо им, баптисты. Не ходите к нему, он говорит, а что вы меня удержите? Я стою на морозе, меня никто не пригласил, человек пригласил. Почему вы раньше не подошли? Да нет, я пойду. Да он после этого, он как благовестник ездил везде, он инвалид войны, как-то пальцы скрюченные. Оказался мужик до того хороший-то, и он все время писал и вопросы задавал, и я ему отвечал, письма пишет и куда едет. Помню первое, заезжает ко мне. А я коловокзала жил. Вот он и говорит, знаете, я плохо сплю, поэтому уж вы просите, я может вставать буду тут. Я говорю, ну, видите, у меня написано, ты защищен и можешь спать безопасно. Из его выбранное место писания. Ну, долго мы беседовали, он лег спать, я будильник возле головы поставил, утром в будильник, я встаю, он лежит, спит, я разбудил его. Уже утро, утро. Ни разу не проснулся и заснул сразу. Я даже давно так дома не спал. А почему? На душе легко у тебя. Это место благословенное, оно освященное, здесь у нас молитвы идут, и он все время после этого заезжал. Понимаете как? Вот он баптист, неважно, у меня адвентисты приезжают, мусульман приму, кто бы он ни был, мы будем беседовать о Боге. Он сам ко мне пришел, как я могу двери дома или двери сердца от него затворить? Меня часто ругают, вы мусульман хвалите? А обычаи их, обычаи, как одеваются женщины, что у них вот пятикратный намаз. Вот научитесь хотя бы пять раз в день молиться, становиться на молитву, и вы увидите, как нам этого не хватает. Матфея 10, глава 42 стих. И кто напоит одного из малых стих, только чашу и холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потерять награды своей толкования, чтобы кто-либо не стал отговариваться бедностью, где мне взять огня, где взять хлеба и вина. Христос говорит, ежели дашь кому-либо хоть стакан холодной воды, признавай его моим учеником, получишь награду, достойно ученика моего. Впрочем, чашу студеной воды подает и тот, кто вразумляет человека, пылающего огнем гнева и похотей, и содел от его учеником Христовым, и сей, конечно, не погубит награды своей. Вот мы, когда ездим на благовестие, ну, люди удивляются, восхищаются, пишут, я всегда подчеркиваю, одному ничего не сделать. И где мы были? Мы получили стакан, чаша холодной воды, и награда твоя не пропадет. Вы сидели дома, вы только молились, мы ощущали эту молитву, вы были с нами, вы получите ту же награду. Мы просто выдвинуты были на передний план. А что ты сделаешь один, без поддержки? Ни в финансовом, ни там с продуктами, с машиной. Поэтому стараться надо участвовать. Кто бы они такие ни были. Поэтому у нас были отделенные баптисты, и когда проезжали, отходы-то заезжали к нам, я их всех всегда приглашал, они у нас ночевали. Ночевали, были беседы, часть из них обратились, православными стали, вот и все. И при том они не враги, они признают Святую Троицу, вечное мучение, вечное спасение. Не надо жить как старые обрядцы, никого кроме нас нету, и вот два пальца, и на этом все засохло. Так, ты еретик, переходи к нам. Вся проповедь ее хоть закончилась. Ты еретик, переходи к нам. Так нет. А может быть я еще не такой. Матфея 11 глава, 1 стих. И когда я окончил Иисус наставление двенадцати ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Толкование. Послав учеников, сам он на время успокаивается, не творит чудес, а только учит в синагогах. Потому что если бы он, оставаясь на месте, продолжал исцелять, то не стали бы обращаться к ученикам. Посему, чтоб и они имели случай и время исцелять, сам он уходит. Ну, тут ничего не... Толковать тут нечего. Это событие, как говорится, разовый акт был в жизни Христа. Мы должны в этом подражать. Все. Второй и третий стих. Иоанн же, услышав темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Толкование. Иоанн спрашивает не потому, будто не знают Христа. Как ему не знать того, о ком свидетельствовал? Вот Агнец Божий. Но спрашивает для того, чтобы убедить своих учеников, что он есть Христос. Так как они завидовали Христу, то он посылает их к Нему, дабы, хотя при виде чудес, уверились, что Христос больше Иоанна. Вот почему и принимает вид неведения. Спрашивает, ты ли тот, ожидаемый по Писаниям, и имеющий прийти во плоти? Некоторые, впрочем, говорят, что словами, который должен прийти, Иоанн спрашивал о сошествии Христа в ад, по причине, будто бы неведения всем, и что он как бы так говорил, ты ли тот, который должен сойти в ад, или нам ждать другого? Но это несомненно, но это неосновательно, потому что Иоанн, больше из пророков, как мог не знать о распятии Христа и сошествии в ад, особенно, когда он сам же называл его ангцем, как имевшего закладца за нас. Иоанн знал, что Господь сойдет с душой в ад, дабы и нам, как говорит Григорий Богослов, спасти тех, которые уверовали бы в него, если бы он воплотился в их дни. И спрашивает, не как не знающий, но как желающий вразумить ученьков своих, о Христе действием чудес во. Здесь толкователь говорит, что и не имел в виду Иоанн, то, что Христос от умрет, а вот все-таки именно имел. Тут надо к этому согласиться. Зачем он ремень и обуви взял здесь? Ремень это от мертвого животного. То есть он не понимал, что за смертью Христа последует. Так другие отцов считаем мы. Почему? Об этом Писание умалчивало. Или другого нам ожидать? Нам? Нам, которые умрили, там в аду другого ожидать, который выведет? Или ты сам выведешь? Не ангела послал, но сам сошел. Вопрос очень серьезный здесь. Но он ни на что не влияет, поэтому на него некоторые внимания не обращают. Лично я так думаю, что и речь об этом идет. Тут обувь совсем ни при чем. Какая была обувь, рассматривает из мертвой кожи животные, значит, смертности, и что за смертью, он не понимал. Вот так. А те ожидали в преисподних, в Шеволе. Матфея 11, глава 4, по 6 стих. И сказал им Иисус в ответ, Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите, слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне. Толкование. Под благовествующими нищими, разумею, или проповедовавших тогда Евангелие, то есть апостолов, которые как рыбаки действительно были нищи и презираемы за свою простоту, или тех нищих, которые слышали Евангелие, желая получить сведения о вечных благах, и, будучи нищи добрыми делами, обогатились верою и благодатью евангельского благовествования. Ваши комментарии. Давай. Комментарий Игнатия Лапкина. Любовь включает в себя две основные заповеди. Это две скрижали, два крыла к небу. Если человек сам познал истину, путь спасения, как он может удержать в себе эту радость? То, что сегодня пастырь к этому не призывает, и паства об этом не тоскуют, и не имеют в этом нужды, чтобы трудиться на поприще евангельского благовестия, говорит о невозрожденности пастырей и пасомых, о их тепло-хладности, о пребывании смерти. Деяние 1 глава 8 стих. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Евангелие от Яна 16 глава 13 стих. Когда же приедет Дух, когда же приедет Он, Дух истины, то Он оставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Там, где Дух Господень, там свобода во Христе, проповедь любви и о любимом. Он является темой всех разговоров. Нужно всегда помнить, что этот мир наполнен темными духовными силами, поставившими перед собой задачу во всем противиться повелению Божьим и ставить преграды к притворению в жизнь заветов Христа. И особенно змей заботится о том, чтобы не рождались души, чтобы им никто не исповедовал Иисуса Победителя. И это учение о молчании, а не исповедании Иисуса, а не благовестии, есть от дьявола, от красного дракона. Откровение 12 глава 4 стих. Дракон сей стал перед женою, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Римлян 8 глава 9 стих. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Дух Христов всегда побуждал пророков и апостолов на свидетельство о Слове Божьем. Дух Христов в человеке или иной Дух, темный, злой, адский, это можно узнать по отношению человека к проповеди и к исповеданию Иисуса. Первое послание Иоанна, 4 глава 2 стих. Духа Божия и Духа заблуждения узнавайте так. Всякий Дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Первое послание Иоанна, 4 глава 3 стих. А всякий Дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это Дух Антихриста, о котором вы слышали, что Он придет и теперь есть уже в мире. Все. Вот об этом мы говорим сейчас. А они там, допустим, мусульмане, не признают Христа распятого. Они верят, что Он живьем был взят. Вот показывает, от кого это учение. Нам достаточно знать священное писание. И мы должны возвещать, как есть. А вот мы будем так говорить, они что-то с нами сделают. Ну, что сделают-то? Жизнь одна только. Они делают многое неправильно, не по закону. Там женщина взрывает, там дети в вагоне едут и все. Все, это правильно. Смотреть на них. Он человекоубийца и лжи сатана. Таких служителей себе ищет. Это дети дьявола, которые убивают друг друга, никакой причины не предъявляя. Малые дети, взорванные, убитые. Ну, что мы с этим соглашаться будем? И не говорить о нашем Христе, не можно заставить. Никто не может. Для Слова Божия нет уз. И сказанные эти слова нужно всегда примерять. К этой обстановке. Вот, ну, поехали. А если нас захватят? А если будет что-то? А если... Вот это на это если. Надо проиграть какие-то варианты. У меня очень большой опыт. Когда меня судили, то у меня две статьи было. Но мне надо было... Первая уже отмерла. Это то, что я брал что-то, выгоду имел. По двум статьям ввели. Одна 157 административного кодекса запрещения тиражировать. Вот. А другая уголовная 190 прим. И я по той, по другой. А 32 свидетеля было. И что они говорили. Я сидел, когда при закрытии дела, все выписывал. У меня тетрадки. И как только выходит кто свидетел. Их 32 было с разных республик. Я тетрадку открываю и по ней вопросы задаю. Потому что я знаю, что он говорил, расписался. И там дела подшиты. Тома. У меня три тома было. А там был юридический факультет. Его весь приводили. На практике. Смотреть-то. А наши-то люди там видят. Студенты-то эти говорят. А этим этого... Я был с бородой этого старика. Им не осудить. Посадить они посадят. Говорят, ну не осудить. Потому что я называю дату, где они говорили, что другим опровергается. Ну все. Говорят, не заботитесь ни о чем, когда поведут. Не об этом речь идет. Я заботился. У меня вокруг, вот если так раскину, то такая полка там, она вся была тетрадками, что я легко открываю. Там цифры, даты. Я должен был ими оперировать свободно. Вот так все и было. Я к чему говорю, что при полном доверии к Господу многие вопросы отпадают сами собой. Как-то так Господь делает, как у Марсенковского было. Он ездил с музыкантом, с пианистом и свидетельствовал в университетах. И вдруг вышел такой развязанный, говорит, студент и начал городить околесец. Я думаю, что же ему сказать-то? И вдруг он постоял, забыл все, махнул рукой и пошел на свое место. Ничего не надо отвечать. В моей жизни неоднократно такое было. Я просто помолился, этот профессор затушевался, вдруг что-то закрутился перед всем залом, а тут академики сидят в академгородке было в Новосибирском. И сразу же ушел. Ушел. Это история, целая история. Богу надо доверяться полностью, не цепляться ни за что. Дальше. Матфея 11, глава 7 стих. Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть хотели вы в пустыню? Трость ли ветром колеблю ему? Толкование. Когда ушли ученики Иоанна, Иисус начал говорить народу, дабы, услышав вопрос Иоанна, не соблазнились и не стали говорить, не сомневаться ли о Христе и сам Иоанн, и таким образом не переменил ли уже свое мнение, хотя прежде свидетельствовал о нем. Посему, устраняя такое подозрение от сердца, Христос говорит, Иоанн не есть трость, то есть не колеблется в мыслях. Подобно трости, колеблемой малым ветром, потому что если бы он таков был, то зачем же выходили вы к нему в пустыню? Конечно, вы не пошли бы к трости, то есть человеку, легко изменяющей свои мысли. И слова не ходили к нему, как к человеку великому, твердому, но ходили к нему, как к человеку великому и твердому. Таков он и теперь, каким вы его почитаете и видели. Все. Ну тут что сказать? Признавай Христа, исповедуй, как церковь исповедует. Второе лицо Троицы, единое, равное Отцу, безначальное и бесконечное. Все. Матфей 11, глава 8 стих. Что же смотреть ходили вы? Человек или одетый в мягкие одежды? Носящий мягкие одежды находится в чертогах царских. Толкование. Чтобы не могли сказать, что Иоанн, предавшись роскоши, впоследствии сделался слаб, говорит им, нет, его волосяная одежда показывает, что он враг роскоши. Если бы он носил мягкие одежды и хотел вести жизнь роскошную, то ходил бы в царские палаты и не был бы заключен в темницу. Поймите из всего, что истинному христианину не должно носить мягкие одежды, не изыскивать многоразличных яств, кроме случаев телесной болезни. Все. Ну доверился Богу, не выискивая какие-то щели, чтобы нарушить заповеди Божии. У меня везде наработки есть очень простые. Быть верным Господу. В этом все. А которые где-то что-то мешается, чем-то угрожает, безжалостно все это отсекать и к этому не прикасаться. Мне однажды один протеерей написал, с вами, которые спорят, там православные, вы неуязвимы. По одной причине, что ваша безукоризненность, она их сражает. Они ничего не могут найти. Хоть сто комиссий, она не может найти. Ни одной копейки, ничего лишнего нет. Ни в чем они замешаны, за что их судили. Это Бог так делает, Он меня резой любви прикрыл, и они ничего не могут сказать и сделать. Живи, радуйся. Матфея 11, глава 9 стих. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Толкование. Ян больше пророка, потому что другие пророки только предсказывали о Христе. А сей был и самовидец его, что очень важно. Притом другие пророчествовали после своего рождения. А сей познал Христа и взыграл, когда еще находился в очереве матери. Ну вот, что сказать? Выполняй. Мы никогда теми не будем, кем могли бы быть, потому что многое упущено, потеряно. Но что есть этим ресурсом, этим капиталом, надо воспользоваться. Распользоваться правильно. Быть, как говорят, принципиальным по отношению самого себя. Матфея 11, глава 10 стих. Ибо Он тот, о котором написано, о котором написано, си я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой перед твоим. Вот так. Это мне необходимо. Толкование. Назав ангелом и по-ангельской, и как бы бесплотной жизни, и потому, что возвестил Христа. Слово ангел значит вестник. Он приготовлял путь Христу свидетельством о нем и крещением в покаянии. Ибо за покаянием следует отпущение грехов. А сие отпущение дает Христос. Христос говорит это по отшествию Иоанновых учеников, дабы не подумали, что Он цит Иоанну. Пророчество же, приведенное здесь, принадлежит Малахии, 3 глава, 1 стих. Все. Ну и так дальше. 11 стих. Истинно говорю вам, изрожденный женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном, больше его. Толкование. Объявляет с особенным утверждением истина, что никого нет больше Иоанна, а словом женами исключает в себя самого. Потому что сам Христос был Сын Девы, а не жены, вступившей в брак. Тут толковать нечего еще. Матфея 11, глава, 12-13 стих. Одни же Иоанна Крестителя, да ныне Царство Небесное, силой берется, и употребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Толкование. Христос возбуждает слушателей своих к вере в себя, показывая, что многие уже восхищают Царство Небесное, то есть веру в Него. Для сего, говорит, требуется большое усилие. Действительно, какого труда стоит оставить отца и мать и пренебречь душу свою? Верность Богу. Во всем. В доверии. Не трястись за свою жизнешку. Все. Матфея 11, глава, 14 стих. И если хотите принять, Он есть Илья, к которому должно прийти. Толкование. И здесь такая же последовательность в речи. Я говорю, тот самый, который должен прийти, потому что все пророки исполнились, но они не исполнились бы, если бы Я не пришел. Поэтому вам нечего более ждать другого пророка. предтеча и Илья имеют одинаковое служение. И Иоанн был предтечью первого пришествия, а Илья явится предтечью будущего. Ну, все, наверное. Все. Полчаса прошло. Слава Богу. Я кое-что покажу тебе здесь. Ты просто сейчас направь в окно и поднеси. Я покажу Новый Завет, который мы издали. Это наше издание Нового Завета. Видите, какие книги подарочные. Подарочные для библиотек. Стоимость их сегодня трехтомник 75 евро. Высчитывая, сколько и во что обошлось. Здесь 240 иллюстраций Густава Даре нами раскрашено. Вот она как выглядит. Все, я тут подготавливаю и дальше. Работа идет. Я загрузку веду. Ночи уже мал сегодня. Я не знаю, сколько. Раза три только я загрузку вел. Это у меня уже не первая ночь. Я почти пять месяцев отсутствовал на форуме в Mail.ru. Тут уже ждали. Ну, вот так свидетельство идет. Какие у нас были собрания, о чем рассказывали. у нас главное это сайт. Вот он, наш сайт. Во свете Библии. Православный библейский сайт. На нем пятьдесят книг мной начитанных. Тут все мои тридцать восемь книг здесь есть. А вот внизу написано православный форум Игнатия Лапкина. Только ткни в него и сразу будешь на форуме. Щелкни один раз. И сразу открывается вот он. Православный форум 1447. к тем богатейший. Я беру все от всех. Хорошее выступление, пение даже сектантов, баптистов, мусульман, проповеди, патриарх, там, Кураев, Смирнов, Осипов. Все у меня здесь есть. Все. Материал богатейший. И вот открыт у нас православный видеоканал. Открытый оком во свете Библии. Вот он. Показывает, что человек может на него подписаться. Ставят новое сейчас там администратор он ставит. Ну, пока другого у нас еще нету. Дальше накопится может быть что-то. У нас в Майл.ру очень вот она закачка идет. Страничка Игнатий Лапкин. Очень богатая. Тысяча с лишним роликов. Фотографий тысячи четыре. Ну, и других материалов разных. Много просто. Много и очень много. Мы регулярно подновляем. Я на него сейчас закачиваю. А Смайл.ру копирую теперь уже на форум. Вот так. Видишь, сколько все новое и новое появляются материалы. Так, посмотри, покажи. Рядом подойдет все, чтобы люди видели, в какой мы обстановке работаем, чтобы никогда не роптали. нам Богу дал так. Ага. Что такое? Ну-ка, подожди. Сам ты глаза не протрешь. Ну, вот оно, что у нас есть здесь. Какая обстановка. оно там. Гэр... Ваа... Продолжение следует... Слава Христу, я убираю сейчас все книги, потом мы еще сегодня один раз завязываем, вчерашний день запишем.